ПЕСНЯ ПЕСНЯ Приветствую вас, дорогие мои отцы, братья и сестры, дорогие матушки! Игумени, сестры и святой обители сия, поздравляю вас с праздником сегодняшним, праздником этого монастыря, Спаса Преображенского, Воскребедевского монастыря. Слава Богу, храм в честь Преображения Господня построен, он стоит напротив, но он не очень-то великий, чтобы всем нам меститься там. Поэтому главное событие, главное богослужение в этой обители совершается именно здесь, в этом храме, в честь Казанской иконы Божьей Матери. Но мы совершаем его именно празднуем праздник, поэтому здесь для нас не может быть какого-то умоления этого праздника. Мы торжествуем это событие, которое носит поистине такой всеобъемлющий вселенский характер вневременной. Потому что преображение Господа нашего Иисуса Христа повлияло не только на Божественных Его учеников и апостолов, но оно и влияет на нас с вами. Мы слышали это повествование, сейчас читалось Священное Евангелие, нам рассказывалось на проповеди о том, как это происходило, как Господь зашел на высокую гору, Фаворскую гору, помолился, чтобы помолиться там. И взял с собой своих трех учеников, Петра, Якова и Иоанна. Они, конечно, не знали, что произойдет. Они видели в своем учителе пока еще обычного человека, но с какими-то особенными дарованиями. Он мог изгонять бесов, излечать болезни, но все-таки они в нем видели просто еще пока человека. И вот, зайдя на гору Фаворскую, и уставши от этого пути, потому что на гору надо было подниматься, а как вы знаете, подниматься всегда тяжелее. Павро и спускаться тоже тяжело, мы тоже этого знаем, но подниматься намного тяжелее. И вот ученики Петр, Яков и Иоанн уснули. Устали и уснули. Когда проснулись, вдруг увидели, что вместе с Господом стоят два древних пророка. Пророк Моисея, пророк Иллий. Один умерший, а другой, как мы знаем из Священного Писания, должен прийти еще в конце этих времен, чтобы в эти конечные времена антихристовые, три с половиной года проповедовать, для тех, кто... для тех, обличать тех, кто отошел ко Господу и проповедует Слово Божие. И вот два этих пророка древних явились к Иисусу Христу, стояли рядом и говорили, что с Ним должно будет произойти. Они, как посланники Божьи, ему об этом говорили. А произойти должно было будет ровно через сорок дней Его крестные страдания. Вообще-то, если бы по хронологии, то сегодняшний праздник, преображение Господня, должен быть совершаться в Великий Пост. Но так как Великий Пост, это событие, оттеняется именно в первую неделю Великого Поста, то Творцы Устава, именно православного христианского богослужения, этот праздник относят за сорок дней до другого Великого Праздника, воздвижения честнага и животворящего Креста Господня, когда вспоминается крестное страдание Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы именно это событие показать, что именно за сорок дней, что происходило. А ученики-то не знали, что произойдет, что будут крестные страдания. И о событиях этого, о смысле этого праздника мы слышим в пении Кантака, который поется на сегодняшний праздник. «На горе преобразился, и си, якожи в мещах ученицы твои, славу твою, Христе Божий, видиши, да и гда тебя узрит распинаемое, страдание убо разумеет вольное, мирови же проповедит, якуты и си воистину, отчая сиянь». То есть, для этого и было преображение дано за сорок дней до крестных страданий Господа Иисуса Христа, чтобы ученики уверовали, кто Он есть такой, истинный Сын Божий. Потому что в этот момент Господь преображается. Лицо Его сияет так, и одежда Его сияет так, блистает. Как апостол говорит, что белильщик на земле не может выбылить. Нет такой краски, такого цвета сияющего. Его и белым назвать нельзя. Вот мы совершаем богослужение сегодня именно в белом цвете. духовенство совершать, храм облачем в белые цвета. Н substitatra в белые цветы ясно Ноблачение